Я хочу еще немного сказать о молитве слушания, прежде чем мы перейдем к другому вопросу. Это «this time» вы имеете в виду. Это последний вечер здесь в классе за эту поездку. Поэтому можете поплакать. Есть еще определенные вещи, которыми я хотел бы поделиться, но, возможно, это будет уже в другой раз. Мы живем в век, в который люди пытаются, по крайней мере, пытаются думать логически. Мало открытости для духовности или для сверхъестественных вещей. Разве что это касается какого-нибудь «new age» или что-нибудь такого вроде. А сегодняшний вечер, я считаю, что это то, что дьявол украл вообще у людей. Потому что этот вечер сейчас уже все больше по всему миру посвящает тому, что совершенно не принадлежит Богу. И самое странное, что люди верят даже в этих привидений и все, что связано с Хэллоуином. Но когда вы начинаете говорить о сверхъестественной силе Божьей, то они думают, что вы сошли с ума. Так оно устроено. И иногда эти вещи могут повлиять на нас. Нам нужно понимать это и быть внимательными. Писание четко говорит, чтобы мы не сообразовались с этим веком. Но чтобы мы были светом и солью в этом мире. И мне жаль говорить и признавать то, что многие верующие сегодня не являются ни солью, ни светом в этом мире. Определенно есть причины, по которым люди имеют такое отношение. Но мы можем верить в то, что Писание говорит нам. Были многие женщины в Писании, которые слышали голос Божий. Сегодня есть люди, которые слышат голос Божий. И демонстрируют это своими действиями. У нас в сердце должно быть огромное желание общаться с отцом. У меня была целая борьба определенное время с этой идеей слышать голос Божий. Я молился, я постился, изучал Писание. И я слушал Его голос. И мое ожидание заключалось в том, что я хотел услышать голос именно непосредственно с небес, который четко мне скажет, что мне нужно делать. Бог может это делать. И будут случаи, когда возможно Он сделать это для вас. Но это не потому, что вы более святы, чем я, например. А только потому, что Он благ и милостив и делает так, как Он хочет. Потому что Он любит нас. Но есть путь, по которому мы можем научиться слушать голос Божий. Когда я боролся вот с этим понятием, слышать голос Божий. Я открыл четыре момента, которые могут нам помочь. И для меня это были практические вещи. Я делился с другими. И для них это тоже работало. Я не говорю, что это единственные пути. Есть другие способы, которыми Бог говорит. И мы все разные, и Бог знает это. Поэтому Он будет обращаться к нам так, как мы можем услышать это. Если мы слушаем. Все эти моменты вы можете найти в книге Аввакума. Вторая глава в основном. Я вас ободряю в том, чтобы прочитали и выучили это. Я так подхожу к Писанию. Я, например, читаю Писание и сам себе задаю вопросы. Потому что я хочу понять. Я ощущаю себя вечным студентом. Потому что я учусь постоянно. Я не хочу останавливаться. Пока не приду к Господу. Первый ключ, который может нам помочь. Нам нужно понять, что голос Божий — это поток спонтанных мыслей часто. Когда вы слушаете Господа, вы должны различать, что от себя, а что от Господа. Много способов есть, благодаря которым вы можете помочь себе. Но нам нужно настроиться на то, что Бог хочет сказать. Нам нужно настроиться на спонтанность. Аввакума 2.2 Отвечал мне Господь и сказал. Аввакум знал звук Божьего голоса. Потому что Он прилагал усилия для того, чтобы слушать. То же самое касается меня. За все мои годы я учился различать определенные вещи. Это метод проб и ошибок. Если что-то не получается, идем дальше. Я читал о том, что Эдисон, например, у него было тысячи попыток, прежде чем он изобрел лампочку. И тысячи раз ему могли говорить, что он провалился. Но это был процесс, на самом деле, обучения. И точно так же оно работает с Богом. Он учит нас постоянно. Илья описал это как тихий шепот или тихий голос. Я лично пытаюсь слушать этот внутренний тихий голос. И я обнаруживаю, что часто голос Божий приходит как спонтанные мысли. Иногда видение Бог дает. Иногда чувство или впечатление. Многие из нас ощущают это, но мы не различаем, что это именно голос Божий. Иногда вы заняты чем-то, и вдруг вам приходит мысль о ком-то или о какой-то ситуации. И вам кажется, что вам нужно помолиться за этого человека, за эту ситуацию. Скорее всего, это Бог говорит вам. И если вы учитесь слышать это, тогда вы слышите больше. Потому что Бог знает, что вы слушаете. Как звучит голос Божий, когда это происходит? Многие так и скажут, что голос Божий пришел как спонтанная мысль. Когда вы молитесь или когда вы слушаете на молитве, обратите внимание на то, о чем вы думаете. Может быть, Господь говорит с вами определенным образом. Но, как я сказал, мы должны учиться различать. И иногда нам кажется, что это наши собственные мысли. Или мы понимаем, что это наши собственные мысли, и тогда нам нужно отложить их и дальше концентрироваться на Господе. Как я сказал, иногда это приходит впечатление или видение. Есть слово на иврите Пагар. Это слово обозначает ходатайство. И обозначает спонтанное ходатайство. И когда Господь кладет нам на сердце ходатайство, Он дает нам и метод. Мы могли думать совершенно о других вещах. Но внезапно нам приходят другие мысли. Помните, я говорю о том, что мы должны иметь характер, и это должно у нас быть в привычке, что мы слышим голос Божий. Даже когда мы делаем какие-то обычные вещи, вдруг нам приходят совершенно иные мысли. И не всегда это Бог пытается нам что-то донести. Может быть, Бог. Но если мы находимся в этой атмосфере слушания Бога и ожидания Его, когда мы открываем свои сердца, Он будет говорить к нам. И я начал быть чувствительным к этому. И снова же вам нужен ваш молитвенный дневник. И вам стоит записывать эти вещи. Когда вы запишите, вы можете сравнить, соответствуют ли это Писанию. Это как бы вы сверяете то, что вы услышали. И услышьте меня, вы должны это приводить в соответствие с Писанием. Проверять по Писанию, а не по словам какого-то другого человека. Потому что Писание является основанием всего, что мы делаем. Или, по крайней мере, должно быть так. И это должно быть неизменным. В этом мире очень многое противится Божьему Слову. Многие люди говорят, что это просто выдумки. Но нам нужно понимать, что это живое Слово Божье. Поэтому это должно быть у нас в привычке. Хорошо задавать вопросы. Или исследовать. Но будьте осторожны. Потому что если вы исследуете или сомневаетесь в Писании, значит, вы действительно находитесь в сомнении, вы колеблитесь. Писание говорит, научитесь от путей древних. Или научитесь от старцев. И вот я уже вошел как раз в этот возраст старцев. Я думаю, что многие, когда на меня смотрят, думают, интересно, сколько ему лет? Я вам не скажу. Да, мы просто знаем. Но вы все равно узнаете. Окей. Второе, что может помочь вам. Первое было то, что Бог может говорить через спонтанные мысли, которые приходят к вам впечатления или образы. Второе, чему стоит научиться, это останавливать свои собственные чувства, эмоции и мысли. Абакума, 2 глава, 1 стих. На страже моей стоять буду и встану на башне и ждать буду. Абакум узнал, что если он хочет услышать голос Божий, ему нужно сначала пойти в тихое место и успокоить свои собственные мысли. Псалм 46, 10. 45-й стих, 45-й Псалом, 11-й стих. Там говорится о том, что остановитесь и познайте, что благ Господь. Писание, много раз в Писании говорится, ожидайте Господа. Псалмы говорят о том, чтобы находиться в тишине перед Богом. Тем не менее, это является редкостью среди верующих. Мы не готовы выделять это время, чтобы просто успокаиваться, останавливаться и слушать. Мы имеем эту привычку, что мы должны быть всегда заняты, потому что весь мир, он движется. И мы просто позволяем миру захватывать нас. Позволяем другим вещам захватывать нас. Мы становимся, как этот хомяк в клетке, который бегает в колесе. И он прилагает множество усилий, но никуда не приходит. Нам нужно отложить все, чтобы услышать то, что Бог хочет сказать нам. Каждый из нас в духе может ощутить, что значит находиться в тишине. Нам нужно дисциплинировать себя в этом. Я нашел несколько простых способов, как я могу успокаивать себя, чтобы становиться более чувствительным к Слову Божьему. Для меня, например, эффективным является проявление любви через тихое поклонение, через тихие песни прославления. Когда я нахожусь наедине с Богом, у меня есть такое спокойное прославление с собой. Есть разные виды прославления, музыки прославления. Иногда это такая захватывающая музыка, когда хочется встать и танцевать. Но это не совсем хорошо, если вы хотите провести тихое время с Богом. Но есть успокаивающая музыка прославления. И я обнаружил, что это очень эффективно. Во втором царстве, это четвертое царство. Четвертое царство, третья глава, пятнадцатый стих. Елисея попросили пророчествовать, царь попросил пророчествовать. Что он сказал? Что он сказал? Он сказал, пятнадцатый стих. Теперь приведите ко мне музыканта, и когда заиграл музыкант, была на нем рука Господня. Я не знаю, какой это был инструмент, возможно, арфа. Но он начал играть, и это показало, что Елисей открылся на голос Божий. Такое поклонение может открыть дверь для нас, чтобы мы могли принимать что-то от Бога. Некоторые люди думали, что это просто безумие. Но я нашел потом этот текст в Писании, и я сказал, что это как раз идея из Писания, не моя. Это от Бога. Вы не знали, все присутствовали на ретритах, когда играл Хану. Но однажды Хану играл как раз, когда я говорил или проповедовал. И я помню это как очень сильное время. И у меня было подобное ощущение еще много раз. Я даже часто прошу пианиста выходить и играть, пока я учу. Потому что, как и здесь говорится в Писании, это дает путь для Бога, для проявления Господа. Я помню часто, когда я это делал. И во многих случаях люди подходили и говорили, что это было поразительно. Не потому что это я. Потому что мы используем библейские принципы, которые открывают путь для Бога, для того, чтобы Он говорил. И не только для меня это открывается, но и для других людей. И когда я это делаю, я готов получить от Господа. Я открываю свой Дух, чтобы движение Духа Святого наполнило меня. И если что-то приходит ко мне, как я уже говорил, я что-то записываю в дневник. Иногда это показывает мне на какие-то вещи из моей жизни, с которыми мне нужно разобраться. Но я хочу быть в присутствии Господа. Больше всего. Давид также сказал об этом. Что лучше стоять на пороге Дома Божьего и быть в Его присутствии. Давид – царь. Он был готов просто открывать двери для людей. Но лишь бы быть в Божьем присутствии. Когда я концентрируюсь на Иешуа, я становлюсь… я затихаю в Его присутствии. И я делюсь с Ним тем, что у меня на сердце. И начинается диалог между нами. Евреям 12, глава 2 стих. Здесь как раз написано, что мы должны делать. Здесь написано о том, что мы должны устремить свой взгляд на Иешуа. Глядя на зачинателя и совершителя этого доверия, Иешуа, который в обмен на предложенную Ему радость подвергся казни на стойке, словно преступник. Призрел без чести и сел по правую руку от Божьего престола. Когда я делаю так, я внезапно обнаруживаю, как я общаюсь с Господом. И часто я записываю целый наш разговор с Богом. И удивительно, что можно обнаружить в процессе этого общения. Нам нужно концентрироваться на Иешуа и на принятии чистого Божьего Слова через Духа Святого. Если вы не концентрируетесь подобающим образом, тогда вы не можете ожидать принять что-либо. Есть старая английская песня, которая говорит, что устремит свой взгляд на Иешуа, и все мирское уйдет. Когда мы концентрируемся на Нем, все мирское отходит, и мы входим в Его реальность, Его Царство. И если мы хотим следовать за Ним, то нам нужно иметь такое отношение. Мы должны понять, что Царство — это не что-то далекое для нас, но что мы можем быть в Царстве сейчас. Мы можем слышать и принимать от Отца то, что Он хочет. Если мы концентрируемся на Нем, тогда неправильные желания наших сердец уйдут, и мы обретем эти истинные желания от Него. Поэтому вы должны успокоиться и сконцентрироваться на Иешуа, сфокусироваться на Отце. Третье, что мы можем делать — я устремляю глаза своего сердца на Иешуа. Я уже говорил раньше, когда мы слышим эту фразу «глаза сердца», это значит «духовные глаза». Это значит, что ваши духовные глаза должны быть открытыми, чтобы принимать от Господа. Тот же Аввакума, 2 глава, 1-2 стих. На страже моей стоять буду и встану на башне и ждать буду, чтобы увидеть, что Он скажет мне, и что отвечу я. Что ответит Он на назидание. И ответил мне Господь и сказал «запиши видение на скрижалях ясно», чтобы читающий мог прочитать быстро. Эти слова «ждать буду», это еще переводится как «буду смотреть», то есть он будет высматривать что-то. То есть, другими словами, Аввакум ждал, чтобы получить видение. Когда мы входим в это время с Господом, ждите также видения или видения. И Он откроет… Это поможет нам открыть глаза духовные и посмотреть в духовный мир, чтобы… как это делал Аввакум, потому что Он хотел увидеть то, что Бог ему откроет. И это очень интригующая идея. Вначале я даже не думал открывать духовные глаза. Но чем больше я думаю об этом, тем больше я понимаю, что Бог именно этого ждет от нас. Он дал нам духовные глаза, когда мы приняли Его, для того чтобы мы видели. Мы не привыкли видеть в духовном мире. Но я верю, что духовный мир, он действует активно вокруг нас. Этот мир, он полон ангелов, бесов и Духа Святого, присутствия Божьего. Когда мы входим в духовный мир, мы должны быть способными различать. Это один из даров Духа Святого, который, я верю, недостает нам в жизнях верующих. Мы должны просить Господа, чтобы мы были способны различать духовную реальность. Потому что, если мы будем ходить в этом мире без развлечения, мы можем попасть в неприятности. И нет никаких причин, чтобы мы не могли видеть духовную реальность. Единственная разве что причина — это наша логика, наш рационализм. Мы пытаемся объяснить все, или даже говорим, что это не для нашего времени, не сегодня, не для меня. Но это для нас. Господь хочет, чтобы мы входили в это. Но иногда наша чувствительность ее не хватает. Чтобы увидеть, нам нужно смотреть. Все просто. Даниил, 7 глава. Даниил, 7 глава. Даниил увидел видение, но там сказано, что он… Даниил увидел видение, но там сказано, что он… И он ждал видение, он увидел его, он смотрел и увидел. Знаешь, есть еще один интересный момент здесь. Есть еще один интересный момент здесь. Многие люди просят, чтобы вы процитировали главу и стих, если вы говорите что-то из Писания. Но я хочу, как Ешуа. Знаете, что Ешуа говорил? Написано. Иногда Ешуа говорил, у кого написано, например, из пророков. Но чаще всего он говорил, написано. Чтобы вы сами могли исследовать. Чтобы вы искали это. Потому что мы уже ленивые. Мы хотим, чтобы нам все на тарелочки приносили. Мы хотим, чтобы кто-то нам это принес, чтобы мы записали это, чтобы нам диски дали посмотреть. Но мы не выделяем время для того, чтобы исследовать. Павел. Павел, помните, говорит о жителях одного города. И он конкретно говорит. Он говорит, что они были благоразумнее других горожан, потому что они исследовали Писание и проверяли все, что он говорит с Писанием. И я хочу, чтобы вы так же поступали. Я вам говорю кое-что. Но я не хочу, чтобы вы это просто глотали. Я хочу, чтобы вы исследовали, действительно ли я говорю правду. И соответствует ли это Писанию? Я открыт. Если вы найдете то, чего нет в Писании, я покаюсь. Но будьте уверены, что вы правильно все нашли. Нашли. Исследуйте Писания. У вас есть они. Я рассказывал уже эту историю. Я с 89 по 95 год очень много ездил в Румынию. Мы привозили Библии в Румынию. Это было больше втайне. А потом, когда режим Чуршес купал, то мы привозили их открыто. И однажды я приехал с гуманитарной помощью. Раздавали еду, одежду и Библии. Я помню в одной маленькой деревне, недалеко от Яс, на севере, близко к Украине. Мы были в этой деревне. Я стоял в конце грузовика и раздавал еду, одежду. И пришла очень старенькая бабушка с палочкой. Я хотел дать ей то, что было, там, еда, одежда. Она помахала головой отрицательно. Я не мог понять, что ей нужно. Я румынский не понимал. Я позвал переводчика. И я спросил, что она говорит. И она постоянно на что-то указывала своей палочкой. Я думал, что у нее там пистолет она сейчас застрелит. И она постоянно на меня тыкала, и я думал, что она хочет. И переводчик сказал, что она хочет то, что позади вас. Я развернулся, а позади меня стояла коробка с Библиями. Я взял одну. Я отдал ей. Она взяла двумя руками, поцеловала и обняла. Прижала к сердцу, развернулась и ушла. Этот образ остался со мной на долгие годы. Я не знаю, кто она и откуда. Но я знаю, что внутри нее было сердце, любящее Слово Божие. И она хотела это больше, чем пакеты с едой. Но чтобы так завершить историю, я скажу, что я отправил переводчика с едой и одеждой за ней. И он принес ей это. Вы понимаете, у нее было огромное желание к Слову Божьему, потому что ей отказывали в этом очень долго. У вас есть огромное привилегие. У вас есть это слово. Может быть, даже не одна копия. У многих на телефонах. И многие переводы там. У меня около пяти, между пятидесяти и ста переводами. На разных языках, потому что я говорю на нескольких языках. Но это богатство, которое может быть забрано в один день от нас. Исследуйте Писание. Углубляйтесь в нем. То, о чем начал молиться Даниил, заключалось в том, чтобы он мог читать Писание пророка Еремии, например. И когда он прочитал, это привело его к заступнической молитве. Дальше он видел видение, которое Бог хотел, чтобы он имел. И в девятой главе ему даже было показано «Последние времена». Это то видение, которое до сих пор люди пытаются понять. Что именно видел Даниил? Бог ему открыл это. Он сказал «Это видение о конце времен». Если вы выделите время, чтобы быть с Богом, Бог может дать вам видение и о конце времен. Вопрос только вот в чем. Хотите ли вы этого? Бог хочет давать, но мы готовы ли мы принимать? Многим верующим нужно понять, что только когда они будут смотреть, они увидят. Одно из имен Ешо – это Эммануил, Бог с нами. И это все просто. Он есть с нами. Он хочет быть с нами. И мы можем видеть, что Он хочет, чтобы мы увидели. Он хочет быть с вами. Я сам это на своем опыте ощутил, когда мы продолжаем участвовать в этом процессе. Бог открывает все больше и больше нам. Практикуйте это. И Господь откроет окна небесные, чтобы вы видели то, что Он хочет, чтобы вы видели. очень легко мы отвергаем это, думая только о себе. Позвольте Богу помочь вам. Сомнение – это эффективное оружие сатаны. Он хочет, чтобы мы сомневались. Он хочет заставить нас думать, что это не может быть правдой. Он хочет удалять нас от истины. Записывайте истину. И когда вы будете это делать, читайте снова и сравнивайте с Писанием. Смотрите и увидите, и это укрепит вашу веру. И вы сможете преодолеть эти сомнения. Бог постоянно открывал себя людям Своего Завета, используя сны и видения. От книги Бытия до Откровения. А с того момента, как Дух Святой излился на нас, мы должны ожидать ощущения этого непрерывного потока. Но часто мы просто не ощущаем, не ожидаем. Потому что мы не ожидаем, что Бог будет действовать в нас. Мы думаем логически. Мы не думаем сверхъестественно. А нам нужно научиться думать сверхъестественно, ожидая, что Бог сделает все. Ишуа наш идеальный пример, и он выражает эту возможность жить в постоянном контакте с всемогущим Богом. Он говорил о том, что он сам от себя ничего не совершал. Подумайте на минуту. Он Сын Божий. Он знал Отца. У него были близкие отношения с Ним. А потом он пришел на землю. И эти отношения продолжались. Те отношения с Отцом. Если он имел их, то он хочет, чтобы мы имели их так же. Почему же мы не делаем этого? Ишуа говорит, что я ничего не делаю. Ишуа сказал, что ничего не делаю от себя, только когда вижу Отца Творящего. Мы делаем очень многое по своей собственной инициативе. Вместо того, чтобы искать Его инициативу, Божьей. Часто я молюсь, Отец, помоги мне делать то, что Ты хочешь, чтобы я делал. Покажи мне. Расскажи мне, что это, чего Ты хочешь. Я хочу делать то, что Ты хочешь. John 5, 19-20. Therefore, Yeshua said this to them. Yes, indeed, I tell you that the Son cannot do anything on his own. That's the way he said it. He said, I can't do it on my own. John 5. John 5, 19-20. Yes, indeed, I tell you that the Son cannot do anything on his own, but only what he sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son does. Иоанна 5, 19-20. Поэтому Yeshua сказал им, да именно так, говорю вам, что Сын не может сделать что-нибудь по собственному желанию, но только то, как Он видит, делает Отец. Все, что делает Отец, делает Сын, так как Отец любит Сына и показывает Ему все, что делает, и покажет Ему более великие дела, чем эти, и Вы еще поразитесь. For the Father loves the Son and shows Him everything He does, and He will show Him even greater things than these, so that you will be amazed. I've read it. Yeah. The Father loves the Son, and so He shows Him. The Father loves you, и Он хочет показать Вам. У нас должно быть такое отношение, что, Отец, я не хочу ничего делать, если не вижу, что Ты это делаешь. И когда мы войдем в такое состояние, мы увидим и больше. Это удивительный образ жизни для нас будет. И нам не хватает этого. Перерыв.